Во вторник, 11 апреля, в нашем городе с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов. Целью его поездки стала работа предприятий, резидентов территории, опережающего социально-экономического развития Сарапул. Свой визит в Сарапул Константин Сунцов начал с посещения завода «Эликонт», после чего отправился на строительную площадку будущего технопарка. В 2022 году торгово-производственный холдинг «Руссклимат» приступил к реализации в нашем городе инвестиционного проекта – созданию второго в России технопарка инженерных климатических систем и электроники «Эксел Сарапул» по улице Электрозаводской. Ожидается, что к 2030 году реализация проекта «Общий объем инвестиций более 1 миллиарда 700 миллионов рублей» позволит привлечь в бюджеты всех уровней почти 800 миллионов рублей, а на предприятиях технопарка откроется более 400 новых рабочих мест. Зам. предправительства Республики высоко оценил инвестиционную привлекательность Сарапула. Здесь реализуется больше 26 проектов, уже вложено почти 2,5 миллиарда инвестиций, полторы тысячи человек уже работают прямо на всех предприятиях. Ожидаем в будущем развития инвестиций, развития производства еще на 6 миллиардов рублей, ну и соответственно новых рабочих мест. На сегодняшний день заканчивается монтаж металлического каркаса первых объектов технопарка, а полностью сдать его планируется уже в текущем году. На территории будет работать несколько компаний, тоже резидентов ТАСЭР, выпускающих востребованную сегодня продукцию. Это тепловая техника, инфракрасный обогреватель, в том числе не имеющий аналогов в России так называемое греющее стекло, тепловентиляторы, нагревательные элементы, а также зарядные станции для электротранспорта. Один из резидентов – компания, которая будет производить зарядные системы для электродвигателей. Тема с каждым годом, с каждым месяцем все актуальнее и актуальнее у нас. И проектная мощность – 1600 зарядок в год. Я думаю, что рынок точно для компании будет. А пока технопарк строится, предприятия-резиденты запустили свое производство на временных площадках. На климатическую технику российского производства всегда высокий спрос. По словам главы города, процесс реализации инвестиционных проектов на территории Сарапула правительство Удмуртии поддерживает на всех этапах.